В начале марта ежегодно празднуется Всемирный день тенниса. Это отличный повод для того, чтобы пообщаться с нашим сегодняшним гостем. В прямом эфире это тренер, мастер спорта Российской Федерации по теннису, автор социального проекта любительских теннисных турниров, Ян Драновский. Доброе утро. Доброе утро. Насколько теннис популярен в Беларуси? Ну, я хочу сказать, что он очень развивается. Популярность тенниса в Беларуси, она, в принципе, всегда была, но только, может быть, для, скажем так, для узкого круга людей. Но сейчас это, конечно, популярный вид спорта, он очень развивается и привлекает к себе внимание очень многих людей. Это здорово. Ну, можно оценить это, конечно, по количеству школ и секций, но скажите, чем теннис привлекает родителей и их детей? Что вот там такая за изюминка, если отличающая от другого виду? Я, наверное, отмечу, что это индивидуальный вид спорта прежде всего. И кому-то нравится, что как-то вот сам за себя, что ли, может быть, как-то вот... Здесь, конечно, развивается характер. Ну, понятно, что в любых видах спорта, но здесь есть особенное преимущество. Поэтому, конечно, многие родители очень рады за своих детей, когда они могут проявить себя как-то, ну, на ранних стадиях выявить свой потенциал, свои способности. Ну, и в конце концов, вот, бытует такое мнение, что теннис – это совсем не дешевый вид спорта, да? Ну, к сожалению, как-то так пошло. Это, может быть, какой-то стереотип, какой-то, может быть... Ну, конечно, есть какие-то затраты, но, опять же, все в сравнении. В сравнении, конечно. Да, и я бы не сказал, что это очень дорогой вид спорта. Конечно, детские, юниорские ракетки, если вот говорить о детском теннисе, ну, конечно, если, например, ребенок приходит в 5 лет, то для него один размер. Там, может быть, через 2 года надо будет поменять, но они недорогие. А если игрок приходит во взрослом уже, ну, во взрослом таком возрасте, то я думаю, что ракетку можно купить раз и навсегда. Ну, в принципе, да. И даже уже не обращать внимания там на какие-то... Какой же? Если с нервами все в порядке, то она будет в целости сохранности. А с нервами не бывает все в порядке у людей, которые, знаете, говорят, на спокойной лошади можно долго и спокойно ехать, но на ней никогда не выиграешь скачек. Так же и про темперамент человека, артиста или, там, не знаю, спортсмена особенно, да? Ну... А что, прям бьют вот так вот? Ох, я их понимаю. Ну, вы же могли увидеть это неоднократно на профессиональных турнирах. Я тебе расскажу, был такой теннисист, но он сейчас есть, правда, теннисами занимается Джон Макенрой. По несколько ракеток за игру ломал. Я его понимаю. Он славился, да, вот именно этими прославился. Нет, ну он же побеждал, это же не зря, что он просто бил и не побеждал. Знаете, если бьет и не побеждает, то он просто псих. А если он бьет и побеждает, то можно. Тогда можно, да. Ну, успехи белорусских теннисистов, Макс Мирный, вообще спортсменов, Виктория Азаренко, что подтолкнуло вот именно вас взять в руки ракетку? И как давно это было? В 6-7 лет. А, то есть вообще... Мама подтолкнулась, скажите. Именно так, да. Мама подтолкнулась. Да, ну я не могу сказать, что это вот мы прям пошли вот с какими-то конкретно профессиональными целями, но так получилось. Просто все все отдали для начала. Так получилось, это, конечно, не очень такой популярный пример, но мой самый был первый турнир, в котором я участвовал, я был победителем. Может быть, это подтолкнуло на какую-то... Мама подтолкнулась, работала, конечно. Да, может быть, может быть. Потому что кого-то неудачи укрепляют, а кого-то победы. Но вот смотрите, вы организовываете проекты любительских турниров, все-таки. Вот если нас сейчас смотрит очень много мам, пап, бабушек, дедушек, что должно быть в ребенке, какой характер, какая специфика, не знаю, чего, чтобы понятно было, что, возможно, все получится в этом. Ведь те хотят победы. Вы знаете, очень важно, конечно, если мы говорим о детском теннисе, о юниорском, то, конечно, очень важно в игроке выявить вот эти качества, раскрыть их и, конечно же, помочь... Какие? Что? Ну, есть скрытые, конечно, способности, которые не сразу, к сожалению, могут быть, вот прямо так вот сказал, что вот ребенок способный и большое будущее. Конечно, это большой труд, это большая подготовка, это очень муторная работа, нужная. Но все-таки это черты какие? Решительность, эмоциональность, темперамент или физические сильные данные? Бойцовские качества. Физические данные я бы не поставил сразу на первое место, потому что это все развивается, это все... Крепатура, мускулатура, да? Ну, конечно, да, потому что, ну, давайте даже так, если вы обращали внимание, ну, все теннисисты, это, как правило, такие жилистые ребята. Стройненькие жилистые. Не качки, да, да, поэтому... Вот прям вот стройненькие жилистые. Да. Несостоявшийся теннисист. Несостоявшийся качок. Вот, поэтому, конечно же, это подготовка, это подготовка, и только потом уже, можно сказать, какие способности, все, все наглядно. Ну, хорошо, если трус не играет в хоккей, то кто не играет, вот приходит и понимает, что не получается. Да, бывают ли такие? Что происходит, когда вот, ну, не получается, нет способности у человека, или что у него не получается? Ну, лично, лично в моей практике, конечно, были разные случаи, когда, ну, не сразу все получается у игрока, но, опять же, здесь очень важно, это вот упорство, наверное, это вот такое стремление, вот, как-то добиться, потому что, ну, ну, это классный вид спорта. Слушайте, вот у меня нету, я помню, била-била в стенку, мне надоело бить в стенку, все. А ты ракетку взяла? Я с ракеткой. Ага, ты с ракеткой била в стенку. Ну, потому что, наверное, надо было заняться все-таки технической стороной. Ну, вот. Ну, вот, понимаешь, бить ракеткой, стоять, играть в теннис со стенки, то же самое, что самим собой играть в шахматы. Я, я ведь говорю, а что, очень все разные, это нехорошо и неплохо, просто родители должны так точно рассмотреть и тренеры, и вы, в том числе, Ян, да, когда вы организовываете, чтобы человек попал, все люди гениальны, но единицы знают, в чем они гениальны. Конечно, конечно. Хорошо, Ян, большое спасибо, что пришли. Спасибо вам. Поздравляем, получается, с прошедшим днем, международным днем тенниса. 3 марта, да. Оказывается, есть такой день, да, с профессиональным праздником. У нас в гостях был теннисный тренер, мастер спорта Российской Федерации по теннису, автор социального проекта любительских теннисных турниров Ян Драновский. Продолжение следует...